Как, ребят, всем привет, всем доброе утро. Утро у нас сегодня, вот, такое ещё город спит, а я иду на рассвет. Знаете, сегодня последний день в Израиле, завтра я уже улетаю утром рано, вот, поэтому решила выйти. Да, встать, конечно, уже не очень просто, я уже отвыкла встать рано, но ради такого я встала. Сейчас где-то 5.30 утра, 5.35 написано, что восход будет, я успею дойти, думаю, вот, ну, что делать, встану, потому что завтра утром у меня ранний вылет, я уже в такое время буду в аэропорту, ну, как ранний, 9 утра вылет. Вот, буду в аэропорту, поэтому сейчас решила. Просто. Город спит. Никого нет. Прохладно такое, знаете, весеннее утро. Я не нашла своего места, и солнце у нас ещё не встало. Там он готовится. Вот, будет вставать там солнышко. Я загружала, смотрите, солнышко встаёт. Там встаёт, неудобно, что там встаёт. Так она быстро-быстро сейчас появится. Я люблю, знаете, сначала тяжело вставать, а потом так приятно наблюдать. Вот, вот, горизонт. Вот, в Иерусалиме солнце. Ну, так быстро происходит, ребят. Вот солнышко и стало. Как-то так, ребятки, последний восход солнца у меня в этом году в Израиле. Не знаю, надеюсь, он не последний в моей жизни. Я ещё обязательно приеду. Надо загадать желание, знаете. Всё будет хорошо. Потом ещё через арку покажу солнце и пойду домой. Дай дальше спать. Не, ну, красота же, красота. Ребятки, подошла я к арке. Смотрите, в этой арке нет солнца. Следующий идём, смотрим. Ходим к следующей. И тут у нас, оп, и тут солнце. Так, ребят, такая наша параллелька получилась. Не зря я встала. Вот. А там солнца не видно из-за меня. Или не из-за меня. Как вы такое часто делаете или нет? Интересно. Ещё у нас такой прекрасный город. Вот этот. Вот это, считай, это у сего. Вот это посёлок. Ну, как бы, я думаю, что это город всё-таки. Вот, маленький. Прекрасное место для жизни. Умиротворение, знаете. От городской суеты. Просто сюда убежать. Ну, и жить здесь тихонько. Вы видите людей. Хотя людей добавляется. Каждым годом строятся новые и новые дома. Вот. Машин добавляется. Но всё равно особо, ну, как бы, спокойное население. И вот ещё одна площадка, на которую зайду. Люблю заходить сюда. Тут в лице не светёт. Видите? А солнца не видно отсюда вам. А иногда видно. Всё, ребятушки. Идёмте домой. Нас сегодня ждёт увлекательный день. Насыщенный. Надо вещи дособирать. Вот, надо... Я уже, в принципе, всё сложила. Все чемоданы. Вот, все сумки. Всё поскладывала. Вот. Так, шеф так. Так, ребятки, спасибо вам за просмотр, за подписки, за лайки, за комментарии ваши. Потому что, ну, знаете, много человек пришли, ну, вот, именно с Израиля, смотреть про Израиль. Кто-то, видимо, уёст, кто-то нет. Вот. Но всё равно всем спасибо. Будем продолжать. Я буду снимать дома. Я буду снимать, ну, как бы, дальше свою жизнь. Это классно, знаете. И я очень, ну, как бы, рада, не жалею, то, что я снимала. Потому что сейчас в любой момент заходишь и посмотришь, и просто вспоминаешь всё. Очень классно вести такой видеодневник. Поэтому он будет продолжаться. Оставайтесь, подписывайтесь на канал. Вот. Всё будет хорошо. Там солнце, у меня дождь. А, вот там, тебе достраю. Всё, ладно. Идём на сегодняшний день. Будем смотреть, что нас ждёт. И всё, не переключайтесь. Вот, проезжаем через Геватсорфатит. Тоже уже последний раз. Уже точно. Тоннер самолёт. Вот. Тут наши ребята работают, наверное. Вот такое, короче, через... Это наши тоннели. Тут уже асфальтом сделали. Всё, а тоннели внизу. Вот, вот, слева, слева внизу. Тоннели. Скучаю за этим местом. Скучать, но я думаю, что если приеду в следующий раз, тоннели уже будут готовы. И я смогу проехать по туннелям. Через 200 метров. Продолжайте движение прямо. Нам в туннель не надо ехать. А ты в туннель едешь. Посмотрите, вот эти указатели на зелёный рай. Продолжайте движение прямо. Вот, смотрите, а налево, если мы сюда поехали, мы за этой машиной, мы тут поехали на штурмель. Держитесь правее. Как красиво теперь ракция. Тут я работала, тут мне было жарко, потом холодно. В общем, такое. Словие носики мои. Ребятки, вот он последний раз. В Иерусалиме. Армянский квартал начинается. В общем, всё, уже последний раз. Но это уже точно. В Иерусалиме не приеду. Такое у нас число 26 марта. 18 градусов. Прохладный ветер, холодный. Иду на рынок, нужно купить ещё пару подарочков каких-то. Таких, знаете, чисто символически. Что-то и всё. Потому что я уже набрала столько всего. Ну, в принципе, ничего и не брала, знаете. Но так ничего не брала, по чуть-чуть и получилось всё много. Что-то открыто через один, видите, много. Какая улица красивая. Шоппинг. Смотрите, как красиво. Вообще-то тут такая свободная улица, крема. Крема тут не беру. Такую штучку хотела. У меня реально нет места уже просто складывать это всё. Всё, вот запечатли себя. Ещё там солнце правда так бьёт. Ну, рынок вообще никого нет, спокойно. Все только продавцы присыпляются. Спрашивают, кого оказалось. Вот. Так что идём, купим шёп. Магодин, смотрите, прям заходишь и пахнет. Пахнет вещами, которые уже лежат миллион лет. Вот такое прикольно. Я люблю этот магазин, тогда захочешь прям, смотрите, антураж какой. Я же страшно туда идти, знаете, как будто заброшки в какой-то. Вот когда мне такие мысли не знаю. Я думала, какой-то шарфик привезти, чё. Не знаю, кому это надо всё. Ну, это... Такой-то Киев. Что это? Это шо? Сумочка Аладдина. Какой-то печеньки, знаете, желание. Так, буквально. Если он пару минут назад был опустой, то уже смотрите, сколько народа там. Пустой Иерусалим, как в корону был, так и сейчас. Ну, во-первых, Рамадан, праздник, видите, многие не работают, наверное, из-за Рамадана. Да и война свою дала. Сегодня закончили реставрацию, убрали это всё. Идём. Последний раз. Храм. Как раз вы слово последнее услышите в этом влоге. Да, представляете, закончили реставрацию, вон камень открыли. Всё сделали. Вот, ну всё, ребятки. В этом году, уже точнее попаду сюда, скоро Пасха. Колонны старого храма. И чувствуется, что ещё идёт ремонт, потому что пол ещё не открыли. Но камень открыли. Идём. О чём говорю, людей очень мало. Ну, служба была недавно, потому что Ладан пахнет. В принципе, Ладан тут всегда пахнет. Но даже очереди нету в Кубикливе. Обычно тут очереди с туристов огромнейшая. Сейчас там нету пару человек там. Вот там вот пух земли. В той комнате. Почему в той комнате не пускается? А в деле с меня взять интервью. Я не хочу. Я не понимаю, что говорят. Сейчас на плиту не то. Вот. Никто не хочет. Короче, раньше там было открыто. Сейчас закрыто. Не знаю почему, но закрыто. Было открыто буквально один раз я туда попала внутрь. Вот. Ну, храм на реставрации. Думаю, что сюда стоит приезжать, ребят. Вообще, возрасте стоит приезжать. Такая белья колокола. Наверное, включили сабит. Не знаю, слышу. Стучит все. Прощаемся мы с храма. Вот. Это святое место. Я рада, что у меня была возможность здесь покупать. Вот. Я стала с Мариком. Я снова с Мариком едем. Я одну понял. Есть мороженое, смотрите, у меня такая красивая мороженая. С кем я ем? С Мариком. Марик. У нас взял и такое, и такое. Я беру такая. Это меня, ребята, угощает. Сразу скажи. Да, я угощаю всех. Вот Дениска есть с нами. Он тоже ест мороженое, тоже как Марик. С двух посудин. Я с одной. Я буду скучать за мороженым. Ну, за голдой. Самое вкусное мороженое в Израиле. Где? Вот это, голда. Не знаю. Тут нету противор, нету. Тут очень много чего нет. Так потому что сейчас не сезон. Мы его поддерживаем. Марик сел. А ну, это все ты, кого? Крестяка. Крестяка, скажи. Машина сдала. Ой. Еще раз бей для полного счастья. Да не, Марик профи. Это, подсчитался ли ты? Марик забрал машину. Он мотикает. Сожжай, этот припарковался плохо. Он не может выехать. Но Марик профи. Он за любую садится и ведет. Ой, не поместился. Это ж баттеры меняли, понял? Ты рассказывал, да. Да, и двери меня. Опачки. Потрезли. Все, поехали, Марселла. Поели мороженое. Есть несетки. Что, ребят, я в аэропорту. Уже сдала все свои чемоданы. У меня тут сумка. У меня рюкзак сзади. Короче, у меня много вещей. Вот. Пропустили меня без проблем. Я думала, сейчас мне что-то закроют. Что-то, короче, скажут. Нельзя. Столько чемоданов. Но все нормально. Вот. Видите, сейчас 6.46. Через 2 часа у меня будет посадка в самолет. И все. Через 2 часа посадка в самолет. И буду я лететь на Кишинев. Я ждала, чтобы поменялась. Вы знаете, что это? Говорят, что это, типа, в онлайне происходит. Мне кажется, это запись просто. Они сейчас раз на семерочку поменяются. Во-во. Сейчас будет семерка. Все, 2 ушли. Видите, это, типа, в онлайне все происходит. Ну, я не знаю. Ладно, идемки, ребят. Идете фрик, сейчас посмотрим. Ну что, ребята. Иду на самолет. Пока Израиль. Я ненадолго. Скоро встреч. Увидимся в следующем году, я думаю. Грустненько, но ладненько. Что делать? Жарко на улице, капец, конечно. Я лечу на таком самолете. Не, Иляля, а Сондор. Как-то так называется. Ну, это Иляля одна компания. Вон, это сама Иляля. Какая так? Все. Пока Израиль. Буду доступ учать. Израиль. Рядки, сижу на своем месте, на крыле. У меня 47-е место, и это только крыло. На самолете достаточно большой. Достаточно большой, сзади большой. Короче, прикол. Лечу на Кишиню, дальше потом автобусом, короче. У меня сумаска, просто так, смотрите, сколько сытых волос. Просто. Вот так, увидите, в него. Все-таки полетаем. Ну, полчаса позже, чем положено, как-то. Едем дальше. Все с нашим самолетом. Все пришли проверять. Короче. Ну, и все. Мы не подлетели, мы вернулись, часто рассидели. Да, это было просто. Все поломалось. Ряд, я снова в самолете, 4 часа рейс задержан. Ой, короче, капец просто. Я вам скажу. Мы вышли, мы обратно выходили с самолета и обратно дошли. Нам там покормили, короче, дали карточки, чтобы мы пошли, поели. В общем, поели, посидели. Вот, и все, и опять здесь. А у меня автобус уже. Короче, не знаю, как его спереди. Надеюсь. Мы полетели. Надеюсь, все будет хорошо. 27 градусов. 27, 25 часов. Это жил. Как не поздните меня. Пока Израиль. Скоро встречу там море. Как красота. Да, пока, пока. Водороскучай. А я запустили лови. Сейчас, я в первый раз вижу, так же. Но самолета было видно еще, как один самолет. Я такого не видела еще. Главное, я, смотрите, что здесь на просплее. Это было не видно. Смотрите, что здесь на просплее. Это было не видно. Вот уже летели в Кишинёв, и я не устраиваю на автобусе. Такие планы. Это сеги-карту Кишинёв. Мы уже в Кишинёве, едем в Медвестра. Медвестра. Кстати, я уже в автобус приехал. Николай сейчас кофе на автобусе. Едем дальше. Автобус я догнала, потому что мой самолёт отстал. Пришлось догонять автобуса на такси. Ехала на Винц, и смотрите, сколько будет сумок, пакетов. Это чемоданы мои два. Это мой рюкзак, сумка. Я сделала на себя всё, что было. У меня тёплое. Холодно, капец. Ночи, ночи на дворе. И этот. И рюкзак у меня ещё звать. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова